После свадьбы любовь к Елене Сафоновой так и не пришла. Елена Сафонова родилась в июне 1956 года в Ленинграде в семье киношников. Ее отец Всеволод Сафонов был известным актером, мать Валерия Рублева, работала режиссером на Мосфильме. Через несколько лет после рождения дочери супруги перебрались в Москву. Сомнений, кем стать в будущем, у Лены ни на минуту не возникало. Девушка желала признания и славы, но не в кино, а на подмостках театра. Она представляла, как находится на сцене, чувствует восторг зрителей, бурю эмоций, которыми наполнен зал. Но первые две попытки поступить во ВГИК не удались. Елене пришлось работать в библиотеке, где и случилась та самая встреча, перевернувшая после всю ее жизнь. Выдавая книги, девушка познакомилась с молодым человеком, который, как ей казалось, очень отличался от ее друзей. Отношений у них никаких не случилось. Они просто много разговаривали, делились с прочитанным. Иногда он провожал ее домой. Лена в совершенстве владела французским языком, ведь в свое время она окончила школу с углубленным его изучением. На этой почве они и сошлись. Молодой человек в скором времени собирался за границу и попросил новую знакомую потянуть его знания языка. Потом он уехал, а Лена вновь отправилась штурмовать ВГИК. На этот раз он ей покорился. Сафонову приняли на актерский курс. Вот только отучилась здесь она всего два года. Однажды девушку вызвали на специально собранную комиссию, где стали выяснять ее связь с диссидентом. Тем самым молодым человеком из библиотеки студентка долго и нудно объясняла важным людям, что общалась с человеком лишь по работе. Но ее не услышали и попросили покинуть учебное заведение. К тому же вдруг выяснилось, что студентка не сдала вовремя какие-то там зачеты. Поэтому формулировка ее отчисления гласила за неуспеваемость. Уже на следующий день, собрав вещи, расстроенная девушка уехала в Ленинград. К счастью, северная столица оказалась к ней благосклонна. Здесь Сафонова с легкостью поступила в ГИТМИК. Во время обучения снялась в нескольких эпизодических ролях. Но самое главное – встретила своего первого мужа, которого, по ее словам, никогда не любила. На съемках киноленты «Семья Зацепиных» Сафонову влюбился начинающий актер ленинградского БДТ Виталий Юшков. Пара долго встречалась. Семья Юрия приняла девушку как родную. И влюбленные подали заявление в ЗАГС. «Казалось, вот оно счастье. Будущий муж – актер, а значит, вместе будет легче пробиваться к успеху». Но уже ближе к дню бракосочетания Елена осознала, что не любит. Девушка боялась обидеть родителей жениха и помнила поговорку «стерпится, слюбится». Свадьба состоялась, но любовь к ней так и не пришла. Уже через год возникли конфликты, а еще через пять пара официально рассталась. Юшков жену любил. Даже уехав в 90-е в Израиль, неоднократно говорил, что таких сильных чувств у него больше никогда не было. К сожалению, сделать карьеру на чужбине у него не получилось. Прекрасному сущности советскому актеру приходилось там буквально выживать. В итоге он начал сильно злоупотреблять алкоголем и стал бездомным. А вот у Елены карьера складывалась неплохо. Правда, в театре имени Комиссаржевской, куда Сафонова отправилась на просмотр сразу же после окончания института, ее не приняла труппа. Красивая, с нежными и пленительными чертами. Она понравилась режиссеру, но коллектив влиться не удалось. Женщины-коллеги завидовали природной красоте и аристократическим манерам артистки. То и дело за спиной она слышала неприятные сплетни. По блату пришла, говорили про нее. Хотя к тому времени Всеволод Сафонов уже давно оставил свою первую семью. И хотя у дочери с родителем всегда были отличные отношения, помогать в карьере он ей не спешил. Одним словом, в Ленинграде поработать новоиспеченной актрисе так и не удалось. Через год она вернулась в Москву. В начале 80-х Сафонову приняли в труппу театр кинотеатра. Но и здесь ее ждало разочарование. Сцена никак не хотела ее принимать. И только в 1982 году артистка наконец вытащила свой счастливый билет. Только не в театре, а в кино. В 1982 году ей предложили главную роль Соломеи Крушельницкой в киноленте «Возвращение Беттерфляй». Фильм имел высокие рейтинги. Режиссеры заметили, как умело Сафонова входит в роль. И предложения стали поступать одно за другим. Вскоре актриса подписала контракт с Мосфильмом. И вплотнуюсь занялась кинокарьерой. Самые популярные фильмы с ее участием «Софья Ковалевская», «Очи черные», «Где находится на филет», «Катала». Но настоящее признание принесла ей роль матери-одиночки Ольги из фильма «Зимняя вишня», который посмотрела 32 миллиона советских зрителей. А сама исполнительница главной роли была признана лучшей актрисой года. После развода с Южковым Елена не спешила вновь выходить замуж. Хотя крутила романы направо и налево, вся правда об отце ее первенца всплыла в СМИ лишь несколько лет назад. Женатый бизнесмен, армянин, проживающий в Америке, в Аче Мартиросян покорил сердце Сафоновой в конце 80-х. Это был очень красивый роман. Харизматичный мужчина скружил голову актрисе. Она тоже прониклась светлым чувством. Но когда у Ваче закончился контракт в Москве, он неожиданно заявил, что не собирается бросать семью и вернулся в Штаты. Елена, в свою очередь, тоже смолчала о беременности. Ее первенец Иван родился в 1991 году и Мартиросян четверть века даже не подозревал о существовании сына долгие годы, хотя, возможно, и не хотел знать. К слову, на иностранцев Сафоновой везло. У нее были романы и с американцем, и с богатым итальянцем. Последний даже предлагал актрисе переехать на его остров, неподалеку от Сицилия. Но она его не любила, а без чувств жить с мужчиной не могла. Ване исполнилось всего год, когда в жизни актрисы появился Самуэль Лабард. С ним актриса познакомилась на съемках фильма о компаниаторше. Роман развивался стремительно. Она быстро вышла за француза замуж и вместе с маленьким Ваней уехала в Париж. Вот только жизнь с ним оказалась не сахар. Самуэль был очень ревнив и буквально следил за каждым ее шагом. Женщине стало казаться, будто у стен дома есть глаза и уши. Лабард указывал ей, что ей носить, что говорить на людях, с кем общаться, а самое главное, пытаться запретить работать. Вероятно, было отчего так ему себя вести. Ведь Франция приняла актрису, сыграла на руку знания французского языка. Ее приглашали на съемки, восхищались талантом. Французские поклонники встречали звезду у дома с цветами. Скверный характер ревнивца проявился во всей красе после рождения их общего ребенка, Александра. И в один из вечеров Самуэль поставил жене ультиматум или кино, или семья. Стерпеть такое актриса не могла. Она буквально сбежала на родину. Но, к сожалению, младший ребенок по решению суда остался с отцом. Возвращение уже в новую, перестроенную Россию было сложным. Кино в те годы практически не финансировалось. Но Сафонова была рада любым предложениям и работала, не щадя себя. Уже находясь в Москве, актриса несколько раз подавала иски в суд, чтобы маленький Саша переехал к маме. Но все судебные разбирательства требовали огромных средств, которых у актрисы не было. Ей пришлось браться за все предлагаемые роли. Были наняты лучшие адвокаты, но законы Франции оспорить так и не удалось. К счастью, бедная мать смогла подобрать слова, чтобы убедить бывшего супруга в необходимости встреч и летала к младшему сыну как можно чаще. После последнего неудачного брака актриса больше не испытывала судьбу. Она не решилась вновь выйти замуж, хотя мимолетных романов никогда не отрицала. Несмотря на трудности в личной жизни, Елена Сафонова имеет огромную силу воли, чтобы творить. На ее счету более 110 фильмов и сериалов. И в 40 из них она сыграла главные роли. В свои неполных 68 лет она продолжает радовать зрителей своим талантом и сейчас. Сейчас оба сына этой замечательной и удивительной женщины уже выросли и пошли по ее стопам. Иван Сафонов работает на Мосфильме. Александр Лабард стал успешным французским актером. Он живет в Париже, женат и воспитывает дочь.